Как погиб генерал-полковник Михаил Кирпонос Киевский котел 1941 года стал для Советского Союза одним из крупнейших за всю историю Великой Отечественной войны. После получения разрешения на отход была предпринята попытка к выходу из окружения. В числе выходящих из окружения был и командующий Юго-Западным фронтом генерал-полковник Михаил Кирпонос. Он наравне со всеми принимал участие в боестолкновениях с немцами. Так, в одной из стычек с противником в роще Шумейкова Михаил Кирпонос получил тяжелое ранение в левую ногу. Не успел врач сделать перевязку, как в нескольких шагах взорвалась немецкая мина. Михаил Кирпонос был убит осколком в голову. Его похоронили тут же в роще. В декабре 1943 года останки генерал-полковника Кирпоноса удалось перезахоронить со всеми воинскими почестями в Киеве.